Козероги, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас я снимаю ваш второй прогноз на неделю вперед с 6 по 12 марта 2023 года. Мы сегодня работаем с вами с Таро Лоренци, а также Линорман Айрисакра. Во время расклада делайте акцент на визуальный ряд арканов, потому что помимо той информации, которую я вам озвучиваю, визуальный ряд карт вам дают индивидуальную точечную информацию, поэтому для вас это будет во благо. Приступаем. Итак, позитив, негатив и совет от карт. Что же здесь по факту? Маг, семерка жезлов и справедливость. Какие у вас арканы здесь? Неделя уже будет знаковая, потому что выпали два старших аркана. Здесь такие очень точные и точечные карты. Я вам сейчас объясню. Смотрите, начну с мага. Неважно, мужчина мне смотрит или женщина. Здесь женщина изображена в качестве ипостаси. Это девушка, которая манипулирует мужчинами, проводит их через все стихии. Воду, воздух, землю и огонь. И вот видите, из них вьет то, что ей нравится. Тут по принципу как наверху, так и внизу. И вот только идеальный или достойный будет с ней. Потому что здесь так манипулировать людьми, так выворачивать ситуацию. Знаете, как наслаждаться этим процессом. В какой-то степени даже самоутверждаться. Здесь очень четко выверен вопрос эгоизма. Потому что здесь желание подарить свое сердце, свою душу только идеальному партнеру или партнерше. И вот здесь еще семерка жезлов и справедливость. Это как по справедливости закрываться, пока партнер поступками, а не словами, докажет свои действия в отношении вас. Видите, как взбирается на самую верхнюю точку. Попытки как бы забраться вот в это гнездо, в гнездование и открыть ваше сердце. Это первое. Для мужчин это может быть активная позиция, во что бы то ни стало добиться девушки. Потому что по аркану справедливость вы будете понимать, что она соответствует вашим запросам или вашим требованиям. Если мы с вами отбросим вопросы личной жизни, то эти карты будут говорить о ситуации. Это знаете, как обращение за помощью, допустим, к адвокату, юристу, нотариусу с целью решения каких-то юридических вопросов. Если же это обращение к врачу, то это для того, чтобы как дополнительно удостовериться в полученной вами ранней информации. Допустим, от других экспертов и специалистов. То есть найти лучшего врача, который действительно может подтвердить или опровергнуть тот либо иной диагноз. Ну и как следствие, если заболевание есть, то по аркану справедливость это подобрать нам соответствующий протокол лечения. Потому что по справедливости это то, что подходит, то, что соответствует, то, что является равным. И как следствие по семерке жазлов будут вам помогать справляться с теми либо иными задачами. Еще. Это действие принципа. Я ко всем отношусь справедливо. Как вы ко мне, так и я к вам. То есть не по принципу Иисуса подставить вторую щеку. А вот здесь равнозначно. Если смотреть эту триаду карт с точки зрения личной жизни, давайте с вами промониторим для тех, кто у нас свободен. То по девятке Пентакли это карта все-таки содержантки. В некоторых случаях Альфонса. То есть найти себе партнера, который будет соответствовать вашим ценностям. Если же вы в любовных треугольниках, то по рыцарю чаш это проверки на чувства, на поступки, на действия. То есть на что человек готов ради вас. И как следствие укрепление взаимоотношений по этому поводу. Еще. Для мужчин это может идти активная жизненная позиция. Именно предложение руки и сердца девушки. Если вы у нас в стабильных связях, паш чаш указывает на гармонию, на желание, укрепление взаимоотношений. Это весна в душе, это весна в сердце. Перевод отношений тоже в какой-то степени на новый уровень. Для тех, кто не сочетался браком, могут быть такие действия с целью узаконить ваши взаимоотношения. Для кого-то, но это наверное больше касается ситуативно для тех, Допустим, мужчина взял с женой девушку с ребенком. То есть здесь цель и планы, допустим, усыновить или удочерить. То есть нести официальную ответственность. Для кого-то здесь еще будут в целом актуальны вопросы опекунства. Допустим, взять ребенка из детдома. И это в позитивном контексте скажется на ваших взаимоотношениях. Если смотреть ряду карт с точки зрения работы и заработка. И на текущем этапе вы у нас не работаете. По королю чаш. Это иметь финансовую помощь или поддержку со стороны для девушек в большей степени партнера. Для мужчин это как есть на кого опереться. То есть это могут быть кровные родственники. И опять же, семерка жезлов справедливость. Это отстоять через суды, допустим, увеличение пенсии или тех выплат, которые вам положены. Или тех пособий. То есть отстоять свои права. Если вы у нас соискатель, то по тузу жезлов это обретение работы. Потому что это успешно пройти собеседование. Это самоутвердиться. И более того, раскрыть свой потенциал, свою реализацию. Если вы у нас наемный сотрудник. Шестерка мечей. Это в целом как может быть продвижение по карьере, по службе. Потому что шестерка мечей у нас всегда движение вперед. Так и помимо всего прочего. Это просто может быть плановая командировка. Где вы будете подтверждать уровень своего профессионализма, делиться опытом, навыками. Проходить какие-то тестирования, аккредитацию, верификацию. Но здесь это положительно сказывается на вашей карьере. Потому что вы будете на хорошем счету у руководства. Может быть даже у ваших конкурентов. Потому что будет желание переманить вас как эксперта. Если же вы владелец собственного бизнеса. По двойке чаш. Это новая кооперация, новое сотрудничество, новые договора на выгодных для вас условиях. С точки зрения состояния здоровья. Я уже картину вам обрисовала, объяснила. Смотрим теперь негатив. Что же у нас здесь? Королева Пентакли, Туз Пентакли и четверка мечей. Здесь по этим арканам. У кого-то это не то, что будет отношение поставлено на паузу. Потому что Королева Пентакли, Туз Пентакли. Пентакли это всегда или деньги, или действия, поступки. То есть покажи, на что ты способен. Чего я достойна или достоин. Или сколько я стою. Утрировано в кавычках. Какие действия. На какие действия ты готов ради меня. Поэтому по четверке мечей. Я не буду развивать отношения до тех пор, пока я не увижу каких-то конкретных поступков. Это первое. Второй момент. Если это касается вопросов зачатия. Потому что эти карты могут указывать на зачатие. То здесь по рекомендации врача это будут вопросы сохранения беременности. То есть выполнение всех предписаний вашего лечащего врача. А именно там покой, прием соответствующих препаратов и так далее и тому подобное. Еще. Если смотреть с точки зрения инвестиций. Эти карты могут указывать на то, что сейчас не время вкладывать в новые проекты. Потому что ресурсы могут быть заморожены. Как следствие вы не увидите скорых дивидендов, скорой отдачи. Поэтому с этим лучше повременить. Так. Ну в плане рекомендаций на эту неделю. Девятка чаш. Это жить на полную. Это радоваться жизни. Это придаваться удовольствиям. Как физическим, в прямом смысле этого слова. Так и знаете, как я говорю, гастрономическим. Будь то вкусовые какие-то ощущения. То есть вы пошли в новый шикарный ресторан, попробовали какое-то уникальное блюдо молекулярной кухни. Или вы просто посетили какие-то выставки, галереи. Или те места, где вам комфортно, где вы получаете отдушину, что вам нравится. Девятка чаш. Это наполняйте себя. Живите в любви. Питайтесь любовью. Это в первую очередь акцент на том, что лови счастливые моменты. Потому что в жизни у нас как черные, так и белые полосы. Пока у тебя идет эта возможность, эта благодать, наслаждайся моментом. Посмотрим с вами неожиданность периода. Что здесь? Женщина, крысы и якорь. Так, и дно у нас плетки. Но для кого-то это отношения построены на страстях. Не без этого. С корыстным может быть интересом. Но тем не менее, они обоим будут выгодны, они будут стабильны и длительны. Длительного характера. Еще. Это брать на себя долгосрочные обязательства. Тем более, что женщина, крысы. И тут дно голоды плетки. Это знаете, как вызов самому себе. Справлюсь я или не справлюсь. Но тут могу сказать, что справитесь. Если это касается вопросов состояния здоровья, то это вопросы детоксикации, очищения. Потому что плетки, это начинают вопросы в мануальной терапии. И так и помимо всего прочего, у кого-то в прямом смысле слова, это может быть очищение крови. То есть, если врач вам это порекомендует. Но неделя продуктивна, неделя стабильна. И действительно, неделя у вас здесь будет радостная. Мы, конечно же, закроем таковыми арканами, чтобы ситуация таковой и оставалась. Ну а вы, пожалуйста, по прошедшему периоду дайте мне знать. Напишите, как прошла эта семидневка. Чем она вас порадовала и какие перемены произошли в вашей жизни. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.